Как только верблюд прокусил качан... В ранних овощах, таких как морковь и капуста, нитраты накапливаются в сердцевине. Чтобы не отравиться такими овощами, черышку капусты, а морковь выбирать ту, что поменьше и поуже. В каких ранних овощах больше всего нитратов? Чтобы это узнать, мы решили отправиться на рынок. С собой мы возьмем нитрат-тестер, правда, не совсем обычный. Верблюд Готт – настоящий цирковой артист. Он уже почти 10 лет выступает на арене. Это в детстве Готт бродил по степи и ел колючки. А всю сознательную жизнь он питается сеном и овощами. Верблюд Готт съедает по 13 килограммов овощей в день. Кому, как не ему, разбираться в морковке, капусте и прочем подножном корме. Хозяин Гота Эрик из Фраилов давно заметил, что верблюд – животное разборчивое. Одну морковку, например, он ест с удовольствием, а другую воплевывает. А боняние помогает верблюду унюхать воду или богатое пастбище на расстоянии 40-60 килограммов. В капусте или морковке слишком много этих веществ. Верблюд их есть не будет. Он вкусный, говорит, нравится. Вот хороший салат. А можно вам вашу свеклу попробовать? До морковки надо добраться как-нибудь. Где у нас морковка? Тут есть где? Вон, вон морковка у нас. Как тебе морковочка попробовать? Вкусно? Еще. Не, нитратное, скажи нам. Нормальное, можно есть. Нормальное тебе? Морковь, кабачки. Вкусные. Молодец. Капусту. Капусту. А дайте нам капусту целиком. Маленький нам. Вот такой нам. А тебе капусту скажи. Как капусту? Верблюд начал было уплетать капусту, но вдруг стал плеваться и вообще вести себя неадекватно. Или наоборот адекватно. Вот, не нравится. Не нравится. Вот. Как только верблюд прокусил качан до кочерыжки, так сразу захотел его выплюнуть. Мне не понравилось. Так же он поступает и с морковкой. Кожуру ест, а серединку выплевывает. В ранних овощах, таких как морковь и капуста, нитраты накапливаются в сердцевине. Чтобы не отравиться такими овощами, черыжку капусты, а морковь выбирать ту, что поменьше и поуже.